Портрет Ленина, красное знамя, значок «Комсомол», десятки фотографий и ценных документов. В Ненинском краеведческом музее открылась выставка «Это нашей истории строки», посвященная столетию Комсомола и отражающей историю региональной организации ВЛКСМ. Главная советская молодежная организация, через которую прошли десятки миллионов человек, после более чем 70 лет существования, в 1991 году исчезла в один день. Но до сих пор тысячи бывших комсомольцев по всей стране бережно хранят память о ней. В этом смогла убедиться наша съемочная группа. Многие ветераны, пришедшие на выставку, не смогли сдержать слез. Комсомол ушел в историю, но память о нем, как свет далекой яркой звезды, еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – сначала думая о родине, а потом о себе. Среди них – Роза Городилова. В начале 50-х бюро окружкома Комсомола направило ее на работу в Амдерму, где она сначала трудилась учителем, а потом была избрана первым секретарем райкома Комсомола. Жизнь поселки была тяжелой, но не обходилась без курьезных случаев. Сами дрова рубим, сами собираем где-то по берегу. И тут, значит, я колола дрова, но такие одеты, это еще как были тогда такие шаровары носили. Вот, и девочка, дочь у старшей учительницы, на руках уже вот их, они спрашивают, а кто эта девушка? А она, тетя Рожа. А что у вас за странное имя, не умеет ребенок, букву З выговаривать. Они, значит, посмотрели, давайте стали кто-то колоть, другие такие были девушки, но вас за что сюда? ГУЛАГ, вообще ничего. Я, как же так, о чем вы говорите? О культуру, о просвещении, о жизни вперед толкать, кто будет? О трудовых достижениях комсомольцев можно узнать не только из воспоминаний ветеранов, но и почетных грамотах в ЛКСМ и выписках, представленных на выставке. Ведь, например, во второй половине 20 века за трудовые успехи многие комсомольцы округа получили звание. Лучший молодой зверовод, удар некоммунистического труда, молодой гвардеец пятилетки и другие. Среди экспонатов, несомненный интерес, представляют и альбомы комсомольских организаций предприятий, переданных в музей, а также реликвии в ЛКСМ, например, красные знамя. Уникальность этого знамени состоит в том, что оно относится к периоду 30-40-х годов прошлого 20 века. И надпись на нем говорит сама от себя «Смена, смене идет». Надо отметить, что некоторые предметы с середины 20 века были отреставрированы специально для этой выставки. Например, портрет Владимира Ленина, который поступил в музей из школы деревни Антик. Учитель труда и рисования Антикской школы в 70-е годы написал, мы считаем, замечательно портрет Владимира Ильича Ленина. И передан нам совершенно случайно, благодаря экспедиции музея в Антик, Сергей Александрович Уваров привез нам эту реликвию. К сожалению, были определенные утраты, и реставратор Анастасия Гудова сумела восстановить этот портрет. Посмотреть более детально предметы тех лет и окунуться в эпоху уникальной в мировой практике молодежной организации, воспитавшей поколение романтиков и патриотов, защитников Отечества, людей, способных по первому зову Родины поднимать в селено, осваивать необжитые пространства, строить заводы и фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути и линии электропередач. Теперь может каждый. Выставка будет работать до 30 ноября.